здравствуйте дорогие друзья продолжаем недельную главу хукат поговорим сегодня о гневе такое знаете необычное свойство человека начнем с аарона вот почему бы какая вина была арона он увидел что маша разгневался маша был наказан за это аарон написано рон должен был успокоить он брат когда ты видишь что человек в гневе должен объяснить ему что это катастрофа что надо остановиться талмуд приводит колоссальное количество высказываний еврейских мудрецом о пагубном влиянии гнева рэш лакеш говорил что когда человек впадает гнев то если он мудрец мудрость покидает его а если пророк пророчество его оставляет то есть это талмуд таксат трактат психи жизнь не терпит пустоту обратите внимание каббала говорит что когда что-то святое уходит то заполняется ситраха обратной стороной поэтому спящий не видит и не слышит ничего да хотя глаза то у него есть там дело в том что чек когда засыпает душа от него какая-то часть души уходит образуется пустота туда заходит нечистота потому после этого кстати мы поэтому моем руки после сна вот когда человек гневается написано душа отчасти покидает его и поэтому он наполняется нечистотой рабби ну ашер говорил что гнев столь же бесполезен для организма как адские мужчины простите столь же болезненный для организма как адские мучения для души и бесполезен для души и для тела рабби нахман говорил что если видишь человека заслуги которая которая впадает в нем чтобы ты знал что грехов у него больше чем заслуг вот простое определение можно сразу в мишлей написано у того кто сердится много грехов и так далее север хасадим великая книга написано сердитые люди умирают раньше времени как сказано глупца убивает гнев и все мы при желании можем сдерживать свои эмоции это обман что не может быть такого попробуйте каждое слово каждый гневная вспышка платить 1000 долларов да вы начнете следить за своим так что прямо на языке будете и прищепку носить почему же не делаем это для своего здоровья ведь она дороже денег момент гнева написано человека покидает вера если бы он верил что все от всевышнего то он бы не выходил из себя раз уж назначена ему небом какое-то огорчение он непременно его испытает если не от этого человека который его расследил то от другого разницы виднет рабби хайм витали приводит слова великого аризалия тот говорил что гнев хуже всех грехов даже если человек сердится из-за того что кто-то нарушил какую-то священную заповедь гневе человек перестает быть самим собой и поступает не так как в другое время на время покидает его святая душа сказал хайм виталий гнев это временное самоубийство гнев по отношению к другим первую очередь причиняет вред тебе гнев означает что надо из тут же изменить ситуацию это как сигнал о пожаре если вы знаете что что-то горит что вы делаете или начинаете гасить сами или предоставлять вам других зовете ли что но все время часами чтобы он вот это вот звенел сигнала пожаре такого не было так мы и делаем когда по любому поводу кипим до бесконечности рабби нахум из чернобыля написал что гнев разгоревшийся в человеке во время добывания жизненных средств приравнивает добытые средства к предметам идолопоклонства из которых запрещено извлекать выгоду то есть если мы во время накопления денег во время какой-то операции время просто расчетов разозлились эти деньги становятся незаконны по этой причине даже если когда будет деньги с помощью гнева злости и тогда он их потеряет написано в кабале еще сказано что хорошо известно что гнев отрицательно сказывается на материальном положении человека поэтому очевидно что даже надо пойти на определенные траты лишь бы избежать гнева человека охваченного гневом приравнивают кидало поклоннику мы это уже говорили и поэтому говорят что всевышнего он не видит не слышал ничего не видит если вы вспыльчиво написали мудрецы постарайтесь руководствоваться мудрейшим наставлением соломона и бен габриэля он сказал я могу отказаться от того что еще скажу еще не сказал я не могу забрать обратно то что уже сказал сказанное вами в небе ты не заберешь вообще когда вы жалуемся там нервничаем почему-то жалость на жизнь подумайте о том кто ушел из этой жизни рано жалуясь на каких-то любимых подумайте сколько например людей мечтает найти свою пару жалуясь на непослушных детей подумайте о том что сколько людей молятся о том чтобы дети что появились дети в семье и не могут ничего мы не выбираем себе испытания но наша сила и наша возможность одна мы выбираем тропинку по которой пройдем через него ну так эта тропинка может быть лучше все-таки без гнева брахавая цлаха улыбаемся и не нервничаем